Всем привет из солнечной Греции! С вами Юлия! Вы находитесь на канале вышивки крестом. Ну вот, пролетел и месяц март, и я спешу снять отчетное видео за месяц. Могу сказать, что март в плане вышивки у меня был не очень насыщенный. Он был насыщенный в плане различных житейских дел и забот. Но, тем не менее, я старалась, уделяла времени, и кое-что я все-таки вышивала. К сожалению, опять же, в этом месяце у меня нет оформленной работы, чтобы вам показать. Я, да, планировала каждый месяц вышивать, оформлять по одной работе, но не сложилось, так как мы делали небольшой ремонт, времени не хватило, руки просто не дошли заняться оформлением какой-то работы. Вот, и нет у меня законченной работы, я вот тоже старалась что-то закончить, но как-то ничего у меня не закончилось. Вот такой вот месяц, провальный в плане моих планов. И снимаю видео я сейчас вечером, к сожалению, под искусственным освещением, потому что, опять же, в ближайшее время у меня не будет возможности снять видео именно днем. И я решила не упускать возможность, то, что вообще у меня есть какое-то время. Надеюсь, и при искусственном освещении мне удастся вам передать и показать всю красоту вышивки. Итак, отчет хочу начать вот с этой красавицы, с миробилии. Я вышиваю вот этот дизайн, Blooming Bright называется. Вышиваю ее материалами по ключу, все, как указано по ключу, за исключением нескольких ниточек, которые я заменила, а все остальное полностью все по ключу. Так, и сейчас хочу вам показать, что же у меня вышилось за этот месяц. Я надеюсь, моя камера передаст все цвета и не будет искажений, не будет просвета. Здесь этот участок, я бы сказала, да, достаточно сложный, потому что для меня сложный. Он не вообще сложный, а для меня сложный, потому что здесь вышивка на темной основе, мелкий каунт. Получается, соответственно, 17-му. Нет разметки и идет частая смена нитки. Вот эти цветочки, разные бантики, ленты, все вот эти детали. Здесь идет очень-очень частая смена нитки по 3-4-5-10 крестиков и меняем ниточку. Значит, частое закрепление, ну и так далее. Вот, и идет медленно процесс. Знаете, если бы я занималась работой средних размеров 30 на 20, она у меня была основным процессом, и это был бы 14-й или 16-й каунт, я бы вышила, ну, наверное, 1-4-й работы точно. Хотя и здесь я вышила 1-3-й работы, как бы тоже немало, хорошо я продвинулась. Ну, может быть, из-за того, что мелкий каунт, мне кажется, мало вышито. Хотя результатом я довольна, мне все нравится, красиво все смотрится, есть настроение продолжать вышивать, но, знаете, захотелось мне переключиться немножко на какой-то другой процесс. Здесь видно, вот так, да, видно. Вы сейчас видите, где у меня отмечено маркером. Я очень надеялась, что я смогу завершить хотя бы первый лист, но, вот видите, сил у меня не хватило. Просто, знаете, захотелось сменить процесс, переключиться на что-то другое, потому что садишься вышивать и просидишь весь вечер, а отшитый участок выходит, да, готовый продукт очень маленький. И это меня расстраивает. Иногда хочется сесть и за вечер вышить тысячу крестиков, увидеть продвижение и порадоваться. Ну, в общем, я старалась, я работала над этим процессом. Есть хорошие продвижения, одна треть работы готова. Ну, нужно будет еще немножко собраться силами, с терпением и просто продолжать вышивать. Весь секрет, как преодолеть любой процесс, нужно просто продолжать его вышивать. Крестик за крестиком. Нет никаких, как бы, секретных других методик. Так как я немножечко подустала, я сейчас сменю процесс, повышиваю что-то другое. А, возможно, в апреле у меня будут совсем другие процессы. Это посмотрим, как уж настроение. Но, в любом случае, когда вот у меня так берется процесс и он начинает вышиваться, я думаю, что до конца года я справлюсь. Я не буду загадывать, что вот в следующем месяце или там до конца, не знаю, лета. Не хочу загадывать, потому что очень часто меняется настроение. А вот до конца года, я надеюсь, у меня все получится. Вот, поэтому эта работа пока отправляется немножечко, полежит. Я от нее отдохну. Ну, а мы с вами перейдем к следующему моему процессу. Ну, а процесс, на который я решила отвлечься, это Dimensions Ангел-Хранитель. Так как здесь очень-очень легкая схема, я решила приключиться именно на этот процесс. Здесь и схема легкая, и очень много зашивки именно полукрестом. Вот, поэтому здесь за один вечер можно вышить достаточно большой участок, большой фрагмент и порадовать себя результатом. Ну, вот сейчас свет так падает, немножечко не очень удобно. Вот так, наверное, буду держать обложку, что делать, чтобы не просвечивала основа. И хорошо можно было рассмотреть цвета и оттенки вышитых крестиков, да, ниточек. Так, что у меня здесь вышилось? Вышилась подушка, я вам уже это показывала. Рука, волосы, это уже было все вышито. И вот сейчас я вышиваю вот это одеяло. Очень яркое, красивое, здесь много полукреста. Вот это все полукрест. И вот буквально здесь я приступила. Начинаются небольшие участки вышивки этого одеяла. Здесь идет крестик. Я надеюсь, что я смогу в этом месяце этот процесс вышить хотя бы наполовину. Ну, дальше загадывать не буду. Пока идет хорошо, с настроением. Мелкий каунт и темная основа меня не смущают, так как здесь все-таки это аида. Можно нащупать дырочки и не нужно высчитывать вот эти нити переплетений. Еще раз покажу обложку. Напомню, какой я процесс вышиваю. Вот так, наверное. Так, как же показать. Ну, вот покажу еще раз обложку, да. Видно, что вот у меня вот эта подушка, одеялка. Вот процесс идет. Еще чуть-чуть и будет половина. Половина работы у меня вот здесь находится. Вот она, половина работы. Переставила, как вы уже обратили внимание, на станок этот процесс. Я люблю вышивать все мои работы именно на станке. Иногда я могу повышивать на пяльцах, на кюснапах. Но, чтобы процесс пошел быстро и вышивать легко двумя руками, мне нужен вот станочек. Я сажусь, у меня хорошо организованное рабочее место. И все. Тогда у меня хорошо идет процесс. И я могу за вечер очень много вышить крестиков, полукрестиков. Это процесс номер два. Перейдем к следующему процессу. Следующий процесс, над которым я работала в этом месяце, это наборчик Dimensions. Простая коллекция. Кто за кем наблюдает. Вот такие красивые котики и скворечник с птичками. Совсем чуть-чуть у меня получилось повышивать этот процесс. Но совсем чуть-чуть, правда. Я буквально довела до ума вот этот уголок. И выполнила полностью везде бэкстич. Давайте я вам покажу поближе. Надеюсь, камера сможет передать все цвета и оттенки. Бэкстич. Выполнен на вот этой части работы. Очень красивые елочки получились. Кстати, здесь у меня закончился один цвет ниточек. Мне пришлось подбирать из своих запасов. Я не нашла в ДМС. Я нашла в... Простите, не нашла в ниточках Dimensions, а нашла в ниточках ДМС. Отличается, конечно, но в целом смотрится гармонично. Я вам покажу сейчас, где эти участки. Вот они, вот эти три цвета. Мне пришлось подобрать из запасов. Но более подходящего ничего у меня не оказалось. Это должен был быть вот этот вот цвет. Ну, я не знаю, почему так у меня случилось. Не хватило нитки. Заказывать у производителя я не хочу тратить время. А вот так вот я решила свою проблему. По-моему, у этого цвета больше... Он больше нигде не будет принимать участие. Да, он был только вот в этих веточках. И все уже там вышилось. Ну, будут вот три таких вот более светлых пятна, которые изображают сухие веточки, листики. Поэтому в природе может быть такое отличие от цвета. Это не страшно. Мне очень нравятся оттенки скворечника. Прям вот такой цвет приятный. Очень успокаивающий. И нравятся мне эти птички, сосульки здесь такие длинные. Вот такое окно. Приближаюсь к половине. Половина будет вот где-то здесь. Потом у меня пойдут котики. Медленно у меня идет этот процесс. Не хватает времени. Но, тем не менее, хотя бы так он продвигается. Хоть по чуть-чуть. Вот. В принципе, это у меня и все. Вот такие мои итоги этого месяца. Очень скромные. Но, тем не менее, потихоньку процессы идут. Работы движутся. Три процесса в этом месяце у меня принимали участие. На апреле у меня есть настроение как-то поменять эту мою компанию. Немножко, может быть, ее разбавить. Или взять другие процессы, повышевать. Процессов начатых у меня много. И, возможно, я буду их как-то так менять. Чтобы было и мне интересно, и вам интересно. Вот. Ну, когда процесс уже доходит до половины, у меня обычно поднимается такое настроение. Я хватаю за эту работу и мигом ее завершаю. Поэтому, главное, работы довести хотя бы до 50%. Ну, вот, девочки, такие мои результаты. Я желаю вам хорошего настроения, конечно же. Быстрой иголочки, ровных крестиков. И вдохновения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!